7 мая СГУ-ТВ начинает цикл программ под названием «Табун». Рассказывать она будет про автомобили. Естественно, вы спросите, почему такое название. Но ведь под капотом сотни лошадиных сил. И ухаживать за автомобилем нужно как за живым существом. Мыть, кормить, то есть заправлять, и следить за копытами. Извините, за колесами. Вот и получается целый табун. Так что, по коням, товарищи автомобилисты. В передаче «Табун» мы будем касаться разных проблем, связанных с вашим четырехколесным другом. Мастера-водители из школы высшего водительского мастерства будут вашими инструкторами. Инспекторы ГИБДД-адвокаты помогут в приобретении необходимых правовых знаний. А опытные механики поделятся секретами технического обслуживания. И если у вас возникнут какие бы ни было вопросы, то пишите, звоните по адресу, который вы увидите в конце передачи. Так что, за руль, дамы и господа! Первое, с чего начинают все автовладельцы, это, конечно, покупка автомобиля. Казалось бы, что может быть проще? Пришел, заплатил деньги, сел и поехал. Однако, не все так просто, как кажется. Чтобы обойти массу подводных камней на этом пути, нам необходимо, во-первых, встретиться со знатоком технических тонкостей «Автомира». И второе, конечно же, с опытным юристом, знающим все юридические засады, которые используются и нередко продавцами наших четырехколесных спутников жизни. Сегодня мы находимся в гостях у директора спортивно-технического клуба «Белкон», мастера спорта, чемпиона России по авторалли Андрея Севастьянова. Ему первый вопрос к Андрею будет таков. Андрей, сегодня наш отечественный, даже не отечественный авторынок представляет большое количество автомобилей. Но как человеку, решившему купить себе автомобиль, разобраться во всем этом многообразии и, главное, не попасть в просаг? Что вы можете посоветовать? Сначала человек должен определить для себя, какая именно машина ему нужна. Должна быть это внедорожное использование, должна ли быть это машина для городской эксплуатации. Соответственно, он должен определиться с бюджетом, который он предполагает потратить на этот автомобиль, и определить, какой страны производитель. Российский ли это будет автомобиль или импортного производства. Потому что это влияет на его дальнейшее сервисное обслуживание, и владелец должен хорошо и качественно обслуживать свою машину, чтобы ездить безопасно. Наверное, для того нужно рассчитать бюджет своего кошелька, чтобы узнать, хорошо ли будет запчастями при поломке этого автомобиля. Как мы разделим все эти машины? Отечественные, поддержанные, иномарки? Что вы можете посоветовать нашим телезрителям? Наверное, надо разделить автомобили на несколько групп. Это автомобили премиум класса дорогие, это автомобили бизнес класса и среднего класса. Нельзя сказать, что дешевые. Бюджетный вариант автомобилей, это те, которые мы пользуемся каждый день для поездок по домашним вопросам, рабочим, семейным и автомобилей, работающие в офисах. Для того, чтобы выбрать автомобиль, нужно четко понимать, какой пробег будет у автомобиля в течение года, будет ли он эксплуатироваться в зимнее время, какое количество пассажиров. То есть сначала нужно четко описать, что за машина и какие нагрузки на нее возлагаются. После этого выбрать тип автомобиля и потом уже определяться в марке. Так, а вот если мы возьмем две категории – новые машины и поддержанные машины. В новых машинах на что нужно обратить внимание при покупке? Наверное, нужно только четко определиться с маркой. Какую машину вы хотели бы приобрести? Из импортных производителей ряд фирм уже построили свои заводы на территории России, и машина стала доступнее для пользователя, потому что она собирается, пусть даже частично, но на территории нашей страны. И, соответственно, вы можете купить автомобиль импортного производства по комплектующим. Это шасси, это технологии безопасности, это двигатели, тормозные системы. Но собранный у нас в стране, соответственно, он стоит значительно дешевле, если его будем провозить через таможню и растамаживать, как это принято. Но вот самое главное – это определиться с подержанными машинами, потому что возможно и купить кота в мешке. На что вы посоветуете нашим телезрителям обратить особое внимание при покупке подержанного автомобиля? Во-первых, это вопрос юридической составляющей. То есть нужно увидеть документы. Если эта машина привезена из-за границы, как и у человека, у нее существует паспорт, в котором ставятся отметки о том, проходило ли она обслуживание, есть ли, скажем так, у этой машины история. Если эта машина без документов, мы ставим напротив нее маленький минус. Если машина выглядит очень красиво, так называемая предпродажная подготовка, мы еще раз настораживаемся, потому что обычно это пыль в глаза. Вот я прихожу на рынок. Куда мне лезть и на что обращать внимание? Вот где эти детали, которые именно показывают настоящую историю этой машины? На самом-то деле все, можно сказать, принципиально и просто. Если машина с пробегом, значит она ездила. Если она ездила, значит руки были на руле. Если руль протерт, то у машины примерно более 200 тысяч километров пробега. На спидометре 70-80 мы от нее отворачиваемся и отходим. Она ездила под дождем, у нее работали щетки стеклоочистителя. Стекло имеет в зоне работы щеток определенные затертости. Если этих затертостей нет, которые должны соответствовать характеру повреждений, естественный износ автомобиля, если стекло новое, мы начинаем подозревать, что его или меняли вследствие аварии, меняли, может быть, по страховому случаю, камень на трассе мог попасть. Это один из моментов. Потом мы открываем дверь и смотрим в салоне на состояние накладок на педалях. Если они наискось стерты, то у машины большой пробег. И до 100 тысяч километров на автомобилях таких повреждений не бывает. То есть можно, подойдя к машине, не задавая вопросов, чуть-чуть на нее посмотреть повнимательнее и увидеть то, что она много ездила. Спидометры скручивают всегда и везде? Ну, даже для российских автомобилей созданы приборы, которые стоят совершенно смешных денег. Можно подключиться через диагностический разъем в автомобиле и установить спидометр, который вам необходим. Для чего мы смотрим сервисную книгу? В ней, как кольца на дереве, каждый год, отметочки, там ставятся записи, что плюс пробег такой-то, проходило сервисное обслуживание второе, третье, пятое, какое оно должно быть по очередности. Если этой истории нет, то, соответственно, можно назначить любое показание спидометра. Если машина битая и она перекрашена, где это реально можно увидеть, самому посмотреть, куда, в какое потаенное место можно залезть? Ну, я думаю, что нужно подойти к автомобилю, обратить внимание на состояние стекол фар. Если машина была битой, обычно это массовая авария, это передняя часть автомобиля страдает. Соответственно, мы смотрим визуально на состояние радиатора, на состояние фар, на состояние креплений, где он крепится, то есть те скрытые полости, где устанавливаются эти элементы. Если они имеют явные следы подкрашивания, если там следы грунтовки из-за некачественной работы в спешке, если там проводка уложена не заводским методом, а прикреплена какими-то специальными штучками, там где-то на изоленте, то есть если демонтировалась передняя часть автомобиля, это всегда заметно, можно просто внимательно посмотреть на эти отличия между правой и левой стороной. Вот на примере этого гоночного автомобиля можно сказать, что в данный момент он зеленого цвета. Но как только мы вытащили из него заднее стекло и сняли фонари, можно увидеть, что до этого базовые детали были серебряного цвета. Достаточно открыть ее и посмотреть в узкие места, которые обычно скрыты для нашего взгляда, и мы увидим, что когда-то он даже был синим. То есть то, о чем мы говорим, при покупке автомобиля нужно внимательно-внимательно осмотреть. Тогда там будет очень много подсказок по состоянию автомобиля. Был ли он другого цвета, были ли на нем цветы окраски. То есть это вот элементарные признаки, по которым можно определить, да? Да, это самые первые признаки для того, чтобы посмотреть на автомобиль. Соответственно, можно его обойти, посмотреть его геометрическое составляющее. Значит, двери и стыки должны быть ровными, должны быть симметричными. Если машина имела искажения, ее выправляли в обратную сторону, соответственно, зазоры там, где идут молдинги, неплотное прилегание дверей в верхних частях, в крайних точках, зазоры в крыльях и капотах. То есть машина должна быть с правой и с левой стороны одинаковой. Ее надо обойти и посмотреть, чтобы она не была визуально кривая. То есть там, где красили автомобиль, свежепокрашенная деталь, она блестит. Привести ее в состояние всего автомобиля невозможно, да? Даже если пытаются подкрасить как бы в соответствии с возрастом автомобиля, это все равно невозможно. Тогда машину или всю полируют, от этого остаются следы полировки, все равно существуют. Если машина покрашена плохо, и если специального оборудования не было, на момент покраски можно машину просто погладить. Если вы чувствуете, что под пальцами есть какая-то шероховатость, обычно это пыль и песок, которые прилипли к автомобилю в момент покраски. Если их не убрали дальнейшей полировкой, вы можете просто почувствовать, что на ней мелкие-мелкие ходы. Крем, которым машину полировали, он есть в щелях, в зазорах, под молдингами. Это заметно. То есть достаточно для того, чтобы выбрать автомобиль, взять человека, который имеет уже опыт эксплуатации автомобиля, у него более наметанный взгляд, он не будет отвлекаться на интерьер автомобиля, не будет смотреть на красивые подголовники или присутствие, или отсутствие музыкальной системы. Это все вещи, не определяющие его составляющие. Покупая новый российский автомобиль, нам, естественно, хочется, чтобы он служил долго. Но существует такое понятие, как некачественная сборка. Так вот, чтобы не допустить этого и проверить по всем, по всем, по всем местам, где такое существует, мы и поинтересовались в этом у Андрея. Даже хорошую машину, прекрасно созданную с инженерной точки зрения, недобросовестные исполнители, собирая на заводе, где-то не затянули гайку, где-то не установили все правильно и в размер. И после приобретения автомобиля в России сложилась такая традиция, как перепроверить, надежно ли она собрана, все ли установлено в нужных местах, достаточно ли технологических жидкостей там, где не необходимо. Поэтому автомобиль после приобретения приводится на станции техобслуживания, где проводится уже не предпродажная подготовка, а так называемая дополнительная проверка автомобиля перед тем, чтобы начать его использовать. Необходимо проверить, надежно ли закреплены двигатели, элементы трансмиссии, элементы подвески, достаточно ли тормозной жидкости, достаточно ли масла в моторе, хорошо ли закреплены элементы в салоне. Потому что мы сталкивались с такими случаями, когда машина выходит с конвейера, она внутри комплектная. Это говорит о том, что у нее есть все крепления, шайбочки и гаечки, но они просто высыпаны в салон, потому что исполнительный конвейер не успел затянуть вовремя. Но это вы говорите о том, если машину привезти в техцентр. А если самому попытаться что-то сделать, какие основные узлы, на что обратить внимание? Ну, самому в данный момент довольно-таки сложно. Да, все-таки я думаю, что помощь специалиста в этом месте необходима, потому что многие моменты находятся в неудобных местах, используется уже специнструмент, машины стали современнее. И по дедовскому методу в гараже можно, наверное, только технологические жидкости в автомобиле проверить. За остальным только в сервисе. Ну хорошо, покупая машину в автосалоне, есть гарантия, что мы доедем до своего гаража, до своего дома? Да, такая гарантия, конечно же, существует, потому что в данный момент все уже стали дорожить клиентами. Предложение автомобиля на рынке очень большое, и, соответственно, борьба за клиента существует. Все автосалоны занимаются тем, что проверяют машину, существует целый отдел предпродажной подготовки. Это еще раз подчеркивает то, что машина с завода приходит еще не дособранная. Дорогие друзья, при покупке первой машины, естественно, могут возникать какие-то правовые и юридические вопросы. Чтобы разобраться во всех тонкостях, мы приехали к адвокату Ястребову Валерию Владимировичу. Валерий Владимирович, какие существовали случаи из вашей практики для людей, когда они, если бы знали свои права, то могли бы избежать каких-то конфликтных ситуаций? На самом деле гражданин, который покупает впервые транспортные средства для себя, он сталкивается с множеством проблем. То есть и с регистрацией транспортного средства в дальнейшем, и проверки автомобиля, и проверки юридического лица, которые необходимо провести при покупке транспортного средства. В основном проблемы, с которыми сталкивается человек, это проблемы, связанные, может быть, с таможней транспортного средства. То есть в полном объеме оно растаможенное, потому что все транспортные средства, которые продаются в автосалонах, московских, в нашей стране, в российских автосалонах. Они в основном иностранного производства, они все проходят границу, они все проходят таможенную очистку. Но есть такие недобросовестные салоны, которые, в общем-то, растамаживают транспортные средства не в полном объеме, или транспортное средство как-то по каким-то... проходит через какое-то таможенное окно и не подвергается таможенной очистке. В результате, в дальнейшем, на него накладывается арест, то полные растаможки. При покупке в салоне, получается, нужно именно проверять таможенную декларацию? Я бы советовал всем покупателям проверять по транспортному средству не только документ, не только справку счета или договор купли-продажи, а проверять машину полностью, то есть все родословная машина, как она прошла границу, какие таможенные платежи, кто выдал ПТС, кто был прежним хозяином. И, естественно, хотелось бы, чтобы люди обращали внимание на идентификационные номера на транспортном средстве, потому что частенько бывает такое, что машина, она вроде как подается в салоне у юридического лица, но машина на самом деле с измененными идентификационными номерами. Для этого можно пригласить, в общем-то, специалистов на осмотр автомашины, и, в общем-то, чтобы он посмотрел с помощью технических приспособлений, соответствуют ли номера и первоначальным, и подвергались каким-либо изменениям, потому что вопрос с перебитыми машинами, с машинами, на которых изменены идентификационные номера, он практически неразрешимый. Они просто не регистрируются в органах ГИБДД, то есть не допускаются к участию в дорожном движении. Бывает такое, что автосалон, продавая машину, сам оказывает услугу по регистрации данного транспортного средства в органах ГИБДД. То есть приходите в салон, покупаете транспортное средство, они сразу же, там, говорят, в течение двух-трех часов машина будет зарегистрирована, и мы сразу же вам выдадим номера, государственные регистрационные номера. Ну, в таком случае вы будете некоторое время ездить на машине с измененными номерами. При совершении каких-либо регистрационных действий с транспортным средством, это все равно установится экспертами-криминалистами, которые работают на площадках в мототрейерах, в ГИБДД, МВД, в этих структурах. Они изменят, они установят измененные номера индификационные, и возникнут соответствующие проблемы. То есть возбуждение уголовного дела и аннулирование регистрации транспортного средства в органах ГИБДД. Это же увеличат свои правовые последствия. То есть права собственности на данную автомашину никто никого не лишит никогда, но машина будет стоять дома в гараже, будет стоять как экспонат какой-то, и она просто не будет эксплуатироваться, потому что ее не допустят к участию в дорожном движении, откажут в регистрации, аннулируют регистрацию, и дальше с ней что-либо сделать будет просто невозможно. Единственный вариант это менять вот эти вот номерные агрегаты, то есть если это перебит кузов, соответственно менять кузов. Если это перебит двигатель, то это менять или двигатель, или головку блока, чтобы в общем-то под новые документы уже в общем-то внести потом изменения в новые документы. А автосалон несет ответственность, если он продал покупателю машину с перебитыми номерами? Эксперты-криминалисты практически не могут установить, в какой момент были изменены идентификационные номера. Экспертиза на срок давности она не устанавливает. И получается так, что человек покупает в автосалоне машину, номера перебитые, изменены, обращаются с претензией к автосалону, а ему говорят, а мы не изменяли, это вы изменили. Вот прошел два месяца, два месяца, год прошел с момента покупки автомашины в нашем салоне. За это время вы просто попали в аварию, у вас был помят очень сильно кузов, вы решили поставить новый кузов с другой машины сворованной. И вы сами изменили номера, набили номера те, которые у вас идут по ПТС, все. То есть срок давности определения, срок давности внесения изменений в идентификационные номера, он не устанавливается. Поэтому у нас все проблемы идут. То есть возбуждаются уголовные дела непосредственно в отношении там, ну обычно по факту, но допрашивают по уголовному делу всех, то есть последнего хозяина, который непосредственно владел транспортным средством. Эти красавцы в недалеком прошлом короли дороги. Сегодня их называют олдтаймеры. По-русски их можно было бы назвать старожилами. Именно так переводится это иностранное слово. Когда-то дышащие наладан железяки реанимировали мастера золотые руки и любовались делом рук своих в гаражах и на дачных закрытых дворах, изредка выезжая на парадоле вместе с единомышленниками. Время шло. Появились состоятельные люди, увлеченные доисторическими автомоделями. Появились целые коллекции старожилов дороги. Два раза в год их собирают на выставки и иногда устраивают автопробеги звезд прошлого автомира. Вы являетесь поклонником всех этих старых автомобилей? Я являюсь поклонником всего старого. Я люблю старое, старинное, люблю настоящее. Не штамповку и не пластик, а бронзу, дерево, настоящий металл, настоящие добротные изделия, в том числе автомобиль. Что не автомобиль, то легенда, что не автомобиль, то какое-то имя за ним стоящее. Или автомобили легендарные, принимавшие участие в культовых фильмах, как советских, так и зарубежных. На этой выставке из отечественных автомобилей это микроавтобус «Старт», в которых было выпущено всего несколько десятков. Он принимал участие в съемках фильма «Кавказская пленница». Если помните, там в конце Нина уезжает на такой футуристической машине, очень необычный дизайн, а Шурик остается с осликом. Вот я не знаю, где тот ослик, а та машина сейчас на выставке, причем она была отреставрирована специально под выставку, что мне особенно приятно. Если говорить про зарубежную технику, то интересна коллекция автомобилей «Альфа Ромео». Три красные «Альфы», довоенные, с разными кузовами, примерно одного периода. Эта экспозиция интересна тем, что это коллекция. То есть каждый такой автомобиль интересен сам по себе, но когда их три стоят рядом, это большая удача коллекционера, который сумел их подобрать и себе приобрести. И это предмет черной и белой зависти для других коллекционеров, в том числе очень много у нас здесь приезжают гостей из Германии, из Финляндии, из Британии. Вот они ходят, сокают языком, потому что по одному такие автомобили приобретать нет смысла, надо уже покупать сразу все три. А вы понимаете, эта цена уже заоблачная сразу. Ну что ж, есть хоть и слабая, но надежда принять участие в одном из автопробегов «Сторожилов дороги» с одной единственной целью – рассказать всем вам, как будет проходить этот автомобильный суперспектакль. Чтобы грамотно дирижировать уличным движением, необходимо не только знать все без исключения правила движения автотранспорта, нужно быть еще и первоклассным водителем. На полигоне в Ивантеевке инспекторы ГИБДД повышают свое водительское мастерство, стремятся освоить самые удалые и самые совершенные приемы вождения автомобиля. В «Сторожилевooям!» «Н relent of the persecution!» «Стемп 편 — поедем» «Не смертные книги!» «Стемп 편 — поедем?» «Стемпроект» Сегодня происходил заключительный этап подготовки контраварийной сотрудников специализированных подразделений госавтоинспекции из Центра оперативного реагирования и спецмероприятий МВД России, из госавтоинспекции ГУВД города Москвы и ГУВД Московской области. Сегодня поставлена окончательная точка в том учебном процессе, который проходили 22 сотрудника в течение недели. Они показали свое мастерство, получили сертификаты по результатам выполненных упражнений. Я считаю, что данные мероприятия нужны и будут намного лучше, если их будут проводить чаще, регулярно и внедрять во всех подразделениях ДПС. Субтитры создавал DimaTorzok Всем, всем нужно, и не только инспекторам, но и любому водителю, любому лицу, управляющим транспортом, необходимо достигать мастерство вождения. Без комментариев Здравствуйте, уважаемые телезрители! От имени Центра высшего водительского мастерства мне хотелось бы пожелать вам безопасности. Я думаю, это самое ценное, что можно иметь на дороге. Для того, чтобы обладать такой безопасностью, нужно много узнать. Мы хотели поделиться с вами секретами лучших исполнителей. Дать вам рекомендации, как, каким образом уйти от опасной ситуации, и если вы в нее попадете, каким образом спасти себя, свою жизнь, здоровье и свой автомобиль от неприятностей. КОНЕЦ В следующем выпуске передачи «Табун» Андрей Севастьянов продолжает рассказ об отношениях человека и автомобиля. Юрист Валерий Ястребов вооружит вас необходимыми знаниями прав автомобилистов и правильному общению с инспекторами ИБДД. Евгений Михайлович Бариенников расскажет о самых первых приемах безаварийного управления машиной. Ну, и немного об истории автомобиля.